всем привет спасибо вам как всегда говорю в первую очередь я за то что вы пишете комментарии за то что мы общаемся вы общаетесь я общаюсь узнаю для себя много нового интересного спасибо ну и за то что материально поддержите канал это очень приятно я хочу устроить как-то отдельный специальный выпуск посвященный новым инициативам одна из этих инициатив меня растрогала беспредельно это как сказать инициатива по введению дресс-кода для артистов выступающих на сцене это полная просто полный кайф не могу себе представить супер это будет супер ребята это просто кайф и в этой связи я хочу показать пластинку замечательная группа про кухару пластинка гранд отель обратите внимание на дресс-код артистов вот это настоящий рок-н-ролл вот так будут выглядеть все хотя в этом есть конечно что-то буржуазное согласитесь я думаю что это не прокатит так такая история но в принципе в ту сторону движения наличие вот ну а теперь просто собственно пластинки гранд отель про кухаром 1973 год не могу не могу не могу я остановиться от этого просто дожил я дожил мне 60 блядь три года все гранд отель 1973 год гранд отель про кухаром одна из самых любимых моих групп на самом деле если говорить о сложном интересном рок-н-ролле и записывал альбом крис томас в качестве продюсера и это очень интересная история потому что в параллель он занимался сведением альбома the dark side of the moon pink флойд и в то же самое время записывал гранд отель и он говорил что вот я занимаюсь сведением работаю над the dark side of the moon и потом бегу сразу в другую студию до пяти утра занимаюсь про кухаром ну получились пластинки надо сказать что одна что другая просто высшего класса шикарный альбом какого-то критика я читал давно правда очень давно много лет назад что гранд отель но это такой упадок про кухаром поехали по своим рельсам уже все то же самое все ничего нового ничего интересного какой-то полный дебил этот критик абсолютно и я не знаю чем он слушал что он слушал как он вообще воспринимает мир и что он видит в этом мире я не понимаю не понимаю наверное ничего не видит ничего не слышит но пишет получает свои маленькие денежки маленькие за эти статьи вонючие платят ведь гроши на самом деле это все ерунда и роскость не что ах там музыкальные критики зарабатывают они зарабатывают вот это ничего не зарабатывает они просто просто мелкая возня вот что я вам скажу но я знаю просто музыкальных критиков если меня отстегивают там кто с кем договорились то там вообще не бабло не стоит позориться ради таких мизерных денег ради больших тоже не стоит позориться но здесь тоже совсем дело дело плохо так вот пластинка на мой взгляд одна из лучших вообще у замечательной группы проклхарум следующие и exotic birds and fruit ничем не хуже хотя она другая проклхарум все-таки у них пластинки разные кто бы что не говорил что голос в гарри брукера такой голос да голос гарри брукера такой же как у всех других артистов у каждого свой голос ну что пластинка блестящая вышла она после записи концерта симфоническим оркестром право хорома и вот эта самая оркестровая история здесь развита до такой степени что любо-дорого просто слушать грандиозно громко мощно и безумно красиво и очень симфонично очень симфонично проклхарум отличается от массы я уже говорил об этом от массы других групп всяких разных которые использовали оркестр тем что они не существуют отдельно группа отдельно оркестр они существуют вместе и партии музыкантов пишутся в единой партитуре и тогда это получается правильно тогда играет группа скорпион с какой-нибудь свою роковую песню а сзади стоит оркестр или играет по гармонии что-то такое ну нет там серьезная работа конечно но все равно это все как какая-то это что-то смехотворное на самом деле такой даже не смехотворное печально я бы сказал зрелище слушающее как угодно можно сказать так вот гранд-отель который записывался параллельно до дэдоксайтов дэмуны и пластинка для меня равнозначная на самом деле по кайфу который я получаю прослушивание и того и другого и иногда гранд-отель мне больше нравится точнее что значит больше нравится пробирает сильнее иногда так сайт его даму гарри брукер понятно все клавишные инструменты он картрайт электрическая акустическая бас-гитара контрабас биджи уилсон ударные не грэбхом грэбом миг грэбом электрическая гитара он сменил гитариста который вместо робина трава был приглашен на запись концерта симфоническим оркестром крис коппинг орган key trade понятно тексты крестин ли гранд здесь поет замечательные песни файерс we burn brightly чуть позже я расскажу об этом ну и оркестр оркестры струнная группа отдельная маленькая помимо оркестра в общем в общем звука столько что другим каким группам хватило бы на всю дискографию наверно столько здесь всего звучит но надо сказать что звучит превосходно в мелодии изумительные гармонии фантастические идеология правильная то есть и ирония и злоба и реализм никакого вот этого уходов какие-то сказочные искусственные мультипликационные истории от начала до конца просто бабах и все гранд-отель первая пьеса надо сказать что здесь трудно выделить лучшие произведения я хотел сказать что хотел начать с того что три грандиозных номера гранд-отель тиви цезарь цезарь тиви цезарь и файерс та же самая вот три таких просто монументальных произведения но потом когда слушаешь понимая что и ту жур ламур прекрасная песня и рам тэйл замечательная сувенир и единственная сувенир of лондон of лондон это такая юмористическая эта история специально который написано специально как юмористическая сатирическая едкая и забавная блин хом де бэкон невероятная совершенно вич роковая неожиданно самая роковая из всего того что здесь записано такая странная ритмическая история бас с барабанами и клавиши с гитарой как-то они играют вот так вот немножко это все одним голосом я спел а там глаз и голосов как бы два то есть бас барабанами один голос да и гитара с клавишами второй голос если так говорить два два таких два направления и они вот так немножко поперек так играются очень здорово ну а потом начинается адская гитарная соло распев хоры от оркестр включается и такой навал звука удивительно из такой непритязательным оказалось бы рокового начала сама пьеса grand hotel начинается вроде бы спокойненько с фортепиано с голоса брокера а потом подключается оркестр подключается группа и пошло такое давление которое переходит в неожиданно в вальс а потом переходит в знаменитую пьесу очень черные очень похожи на вы че черные не в прямую там там чуть-чуть по-другому но настолько мощно что я не знаю какой оркестр александрова очень черное так бы залудил с такой адской мощи как тужу рану тоже казалось бы начала буквально там один такт легонькая баллада и потом бабах опять струнная группа опять все музыканты отчаянно начинают играть но очень красиво и очень все как я уже говорил расписано по партитуре симфоническая музыка такая современная симфоническая музыка не знаю что еще сказать ramtail немножко можно передохнуть легкая вещь а вот тебе цезарь это какая-то эпическая вещь посвященная телевизору естественные вообще средства массовой информации которые проникают в каждый дом влияют и одновременно следят за всеми нами как поет гарри брукер я не имею ввиду нас с вами хотя тут можно призадуматься я думаю что все осталось так же как в семьдесят третьем году в англии о чем пел гарри брукер то есть вот этот тебе цезарь mighty mouse волшебная мыши с телевизора которая следит за всем что происходит с нами включая то что происходит в наших в наших мозгах извините за выражение очень красивая вещь сложная опять-таки повторюсь в тысячный раз за раз с оркестром с со сменой темпа со сменой ритма неожиданные повороты но в целом очень все здорово с именирусов лондон я сказал блин холм де беком с изумительным гитарным соло коротким но таким правильным то есть без дурака валения вот этого самого а просто еще один инструмент симфонического оркестра фолли король с джон тоже достаточно такая жесткая песня посвящена она товарищу гарри брукера который вроде бы как покончил с собой но я не буду вдаваться в подробности потому что я не знаю ни гарри брукера лично не его товарища лакричного джона а вот fires with burn brightly замечательная песня где это самое кристин легран поет вокализ во второй части вообще эта песня она когда ее слушаю мне сразу представляются художественные фильмы марлена хуциева ранее и фильм который в качестве режиссера снял шпаликов под названием долгое счастливая жизнь хотя казалось бы чего общего ничего общего но такое настроение с одной стороны тяжелое мрачное тревожное пение и музицирование группы с оркестром очень красивая мелодия очень красиво очень сложно а потом вдруг начинается вторая часть с пением кристина реграна это солистка группы the swingle singers которые по и пели произведение баха вокально понятно вокально пели без слов только так этот прием использовал хуциев кстати в своих картинах вот это пение около бахов около баховая такое джастеры бахов женском вокале и настолько это проникновенно настолько это глубоко настолько это выше многого что есть так называемом прогрессивном роке это очень здорово неожиданно и просто запоминается навсегда когда люди слушают впервые гранд отель они обязательно запоминают вот эту песню и она остается в памяти просто осталось и все ну и на роберт бокс финальный номер тут уже получается грандиозный хор понятно что оркестр понятно что все и в общем я вам очень драйвовый он не засыпательные он драйвовый жесткие уроков и несмотря на всю симфоническую вот эту группу это такой мощный рок-н-ролльный удар я бы сказал что это наверное да наверное это одна из лучших альбомов одна из лучших пластинок из лучших альбомов про кухару и одна из лучших пластинок вообще начала 70-х годов первый план 70-х годов обязательно конечно послушайте если вы не слушали раньше никогда ну а если слушать и переслушайте но наверняка получить удовольствие гранд отель про кухару 1973 год все я пошел пить подумаю о дресс-коде а собственно может быть скоро и в ютюбе нужно будет дресс-код вводить пока